Без музыки странновато всё-таки. Пока без музыки. Ну да. Всё ещё сообщают. Так. Сообщили. Это Кузелина. Это Кузелина. Так. Медленно, потихонечку, помаленечку. Мы на час всего опоздали. На 58 минут. Ну, я подбирала. Я подбирала, потому что у меня вопрос прям с кружокной темой. Чёткий. Да. Причём, ты знаешь, их прям много-много-много я решила, что этот надо закрыть уже. Кештальт? Да. Закроем. Присоединяйтесь. Да, мы надеемся, что. VPN все скачали. У кого-то с Wi-Fi работает и без VPN. Да. Ну, тогда доброго вечера. Не будем слишком долго молчать уже. Начнём что-нибудь вам показывать, демонстрировать. Доброго-доброго вечера. Как видно, слышно. Мало ли что. Вот. Но мы решили в Instagram всё-таки выйти в прямой эфир. Вконтакте мы будем пробовать. Параллельно не рискуем пока что. Нет, ну, конечно, можно было с двух устройств или там с трёх устройств во все возможные социальные сети, но всё-таки, как сказать, основная аудитория привыкла именно этой площадкой пользоваться. Ну, мы надеемся, что вам будет интересно, и вы нас увидите здесь. И если нам удастся скачать это видео, то мы его попробуем загрузить в наши сети, да, Telegram, если он даст нам такую возможность, да, и Вконтакте. У нас, на самом деле, группа Вконтакте, которая именно Трискейли... 2010 год основания. Да, 2010 год основания. Это же сколько лет ему? 12, получается. 12. Ну, это ему... Почти подросток. Да, ему, наверное, столько же, сколько вообще интернет-магазину, поэтому там наша Саша его поддерживала, но есть некие изменения, которые, как бы, видимо, появились, и мы ещё пытаемся с ним подружиться, совладать с ним, поэтому пока не рискнули. Не рискнули. Ну что, я так понимаю, что видно-слышно, да? Там чем-нибудь сердечками нам что-нибудь пошлите, если всё хорошо. Вот. И тогда мы начнём кружевную тему, потому что у меня действительно очень много запросов. Вот, кстати, сейчас ещё прилетело у Анечки на Афелию, но на Афелию я не успела, если честно, сделать подборку. Ну, там по оригинальной пряже, поэтому... Ну, можно по оригинальной пряже, можно по летнему варианту. Если останется время в эфире, то я попробую, знаете, какой блиц вам сделать, может быть, удастся нам что-нибудь сочинить прямо на ходу. А пока просто кружевное вдохновение для комбинации кружева и пряжи. Это может быть и что-то из наших моделей, это может быть что-то, то, что вы сами придумаете, да? Моя задача вот на сегодняшний эфир была всё-таки подобрать сочетание. Ну, вот, учитывая то, что у нас здесь действительно всё на глазах, всего много, да? И свет можно посмотреть, ну, разный, да? И попасть вот, ну, максимально близко. Ну, и заодно я буду, как бы, рассказывать, что бы это могло бы быть. Аня, слушай, а я не принесла вот там вот вещи, да? Ну, хотя бы, чтобы было от чего-то толкнуться. Да. Вот там, да? Ну, в любом случае, подбирая пряжу под кружево, как бы, я, ну, предполагала, что бы это могло бы быть. Вам могло бы давать порционно или всей голове? А разни, вешалку, да, вешалку мы вот сюда её будем вешать и, как бы, говорить вам о ней. И тогда о вешаче поговорим. И тогда и про кружево заодно. Хотя, в общем-то, знаете, как это только лишь вот отправная точка, чтобы вам можно было, там, не знаю, увидеть, как это соединяется, как это выглядит и нравится вам, да. Потому что это может быть и низ, и рукава, и это можно привязать, ввязать, а можно просто пришить. А можно обработать край любого кружева, обшить его, ну, петельным швом, набрать с него петли и вязать. И вот именно так мы поступали, когда вязали ловисток трескели. Здесь именно такой самый лайт вариант, ну, нормально так. Самый лайт вариант по соединению трикотажного полотна и кружева, там, где мы взяли кружево то, которое просто понравилось, просто понравилось. И даже не смотрели на то, что есть ли у него отверстие, чтобы в него ввязаться. Отверстие мы создали сами. Мы связали небольшой образец из пряжи, которая была подобрана прямо под кружево, ну, максимально. Да, тут и люрекс, тут вот несколько всяких вот разных соединений. Там непростой. Да, там ито, там ито, тут три нити ито, два оттенка кино и люрекс кинжин, черное золото-серебро, такой вперемешку. И вот они как бы с кружевом классно попали в тон. Отвязав образец, как бы я поняла, какое количество петель на сантиметр. И, соответственно, старалась обметать это кружево петельным швом так, чтобы оно, ну, как бы попало в плотность. Да, вот как бы ритм вот этих вот стежков, да, я подгоняла под петлю трикотажного полотна. Ну, и таким образом, в общем, обшив край кружева, да, и боковой, соответственно, тоже. Вот я набрала петли, сделала один ряд изнанки и, в общем-то, связала вот такой вот топ. Таким образом можно обработать и низ, я не знаю, там туники, джемпера, ну, низ подол, я имею в виду, да, вот нижнюю часть. И рукава можно обработать, можно связать таким образом какое-то, не знаю, платье, сарафан. Ну, вот это такой вот вариант, когда кружево не имеет специальных отверстий, ну, вернее, как, не специальных, а просто отверстий, и оно дает возможность набраться, да, вот как бы можно просто обшить. Ну, и если идти по этому пути, да, и если вам понравится кружево, например, вот такое вот, здесь тоже немного блеска, такое вот оно винтажно-молочное, очень красивый тон у него, старинная, воссозданная по старинным эскизам, сделанная во Франции, такая красивая плотная вышивка на тонкой-тонкой сетке. Вот, и к этому кружеву, я не знаю, ты тогда, наверное, держи его, может быть, поближе, если его координаты. И что же я тут поподбирала? Сауди. А? Сауди. 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 Красиво смотрится с пряжей Олеся, это новый цвет, вот ведь немного меланжевый, тоже на базе молока, с серыми нотками, со сливочными нотками, такой вот нежный меланж, и можно взять просто эту Олесю и, как бы, придумывая модель, да, вот, как бы, включить туда кружево, добавить этого кружева. Можно его даже наложить, потому что оно тоже, в общем-то, сверху читается, рисунок читается, можно даже нашить, в общем-то. Ну, а так... А можно манжеты сделать. Да, манжеты можно какой-то широкий рукав сделать. Ну, самый простой способ, когда минимум кружева, да, получаете манжеты? Да, минимум, очень изящно, на самом деле, смотрится, его даже можно не просто не ввязывать, а просто подвернув, как бы, да, сделать манжет, подшить, всё. А можно сделать съемный манжет? Да, да, да. И использовать его, связать кофту, например, один джемпер из Олеси, второй из Терры, а третий из Лина с Брелина. Лина с Брелина. Лина с Брелина, и носить эти манжеты по... вот, в регулярной жизни носить просто, а по какому-то торжественному случаю надеть манжет. Да, на школьной форме меняли воротнички, а мы здесь меняем вверх. Нет, нет, ну, во-первых, может быть же не один вариант, не один, не одну кружево, а несколько. Но связаться, конечно, интереснее, чем отдельные детали. Ну, здесь сам процесс. Сам процесс интеграции кружева, да? Да, да, именно. И я вот сейчас скручу, вам покажу, как красиво в две нити это может получиться. Лина с Брелина? Лина с Брелина. Они как будто бы, да. Они как будто бы, да. Да, и Лина, и Брелина, и... Причем Лина может быть более светлого оттенка, помолочнее, но вот я схватила беженький. Вот, и Лина с Брелиной можно даже связать обычную... Соточку, Анину соточку, да, и по низу рукава, по низу рукава просто, да, сделать кружево, вот, кружево. Можно по низу, можно вообще за основу взять эту соточку и сделать что-то более длинное. Может быть, платье по колену, да, где внизу будет кружевная такая вот отороченная штука. И как коротенький рукавчик. А ты можешь так сейчас выкинуть, пожалуйста. Дай мне, я людям покажу, что ты делаешь. Спускайся. Она любит. Можно так? Можно людям рассказать, что делает Лена? Ну а что, она разрежет. Спускайся Лена сейчас со второго этажа и смотрит на нас вот так. Да, она может иногда шапочку примерить. Очень интересно. И нас повеселить. И нас повеселить, да. Спасибо. Люди на той стороне потом думают. На всем хорошем настроении. А почему вы все время ржете? Ну, потому что у нас Лена на заднем плане все время выдает какие-то первые. Ох, как бы мне хотелось сейчас поближе это подложить. Ну, хорошо. Очень, очень красиво. Да, винтажненько. Так вот прям. Вообще соло Лина хочется повязать. Лина и Брелина. Лина и Брелина. Лина и Брелина. Лина и Брелина. Классно. Причем Лина замечательна. Вместо Лина можно взять еще коттон кашемир, если хочется. Попроще с точки зрения работы, потому что соло Лина, конечно, такой текучий, нет? Нет, он ловкий. И я его люблю. И, наверное, мой вот следующий летний проект, скорее всего, будет из соло Лина, потому что я его уже не могу повязать второй или третий сезон. Очень мне хочется его попробовать. Это как вариации на тему коттон кашемир. Здесь просто немного кашемира, нить чуть помягче. И мне почему-то кажется, что полотно будет чуть-чуть потолще, постабильнее. По суше. По суше, да. У этого будет как бы динамика, все-таки вот этот струящийся эффект, несмотря на то, что это лен. Но лен это как бы специально обработанный. И он больше напоминает шелк. Я уже все время говорю. Но он такой прям текучий. Ну да, я люблю так все время говорить, когда мне там спрашивают, мне что-нибудь такое летнее, типа шелка. Вот я достаю коробочку с Соло Лина, вот, и говорю, ну, как вы думаете, что здесь составит? Да, говорит, да, хороший шелк, хороший шелк. Хороший шелк. Я говорю, не шелк, лен, лен. Вот. Так что два варианта, причем Соло Лина, это цвет 20. Только инстаграм. А, 21 и Коттен Кашемир 55. Оба бежевая хотелка и под это кружево классно. Чуть более светлый вариант. Я не знаю, я надеюсь, что еще есть, да, Марлен молочного цвета. Но его тоже я бы все-таки немножечко золотила, золотила и засмерила. Да, я все-таки, наверное, построила бы к нему еще ниточку брелиной. Вот так бы в две нити. Чуть светлее полотно и немного ажурное, потому что шишечки на вот этой пряже Марлен, да, они все-таки такие гипюроподобные в полотне. Можно даже какой-нибудь несложный рисунок связать, в принципе. Вот. Паштет-паркет. Паштет-паркет. Ну, да, листья-паркет, в общем, что-нибудь такое. Вот листья, на самом деле. Поломать. Да, поломать. Поломать. И, конечно, вот террорист. Соло-лина вытянулась сильно. Ну, я думаю, что не сама пряжа вытянулась, а вытянулась как бы вот по полотно, потому что чем рыхлее мы вяжем соло-лина, тем действительно оно убегает, да. При нормальной плотности, при выдержанной плотности такой вот там, где, Ань, как ты говоришь, мы придумали новую... Пустая. Пустая петля, да. Если петля не пустая, то полотно достаточно хорошо держит форму. Оно стабильное и устойчивое. Нужно вязать поплотнее соло-лина. Да, чуть поплотнее. Осталось что-нибудь? Есть чуть-чуть. Это я сейчас соединила брелина и терра. Немного неровное полотно и действительно тоже гармонично укладывается с кружевом. Я надеюсь, что вам видно. Если вам не очень видно, то я могу поближе вот прям, да, вот к экрану подносить, чтобы вы разглядели нюансы. Осталось ли? Есть. Есть. И вот, Анечка, еще один вариант. Моя любимая. Моя любимая. Потому что вот этот вот винтажный молочный оттенок, вот я, по-моему, все здесь продемонстрировала, что в тарелочке было. Вот. И Аня еще принесла вот этот вот отмот. Домино. Это пряжа домино из линейки Академия. Это то, что мы продаем пока на бобинах. И, по-моему, тоже идеально, гениально по цвету. Да. Да, совершенно точно. Лино и полотно точно заиграет, но у Соло Лина немножечко другой эффект. То есть, если мы говорим о стопроцентном лине, например, Лина 100 Катен, у петли будет форма, и она будет, как бы, обоснованно пустая. А здесь у Соло Лина просто повиснет. Ну, там тяжести побольше, мне кажется. Более струящиеся факторы. Здесь лен такой переработанный, он чем-то напоминает вискозу, да? Я не знаю, пишут. Здесь 80% рейсайкл именно вискоза в скобочках, и лен органический 20%. То есть, из льняного волокна сделали вискозу. Ровно так же, как делают вискозу из древесины, да? Да, ровно так же, как и делают, господи, лиацель, да? Из чего они его там делают из этого? Бамбук? Нет, лиацель у нас же из эвкалипта делают. А, из эвкалипта, точно. Вот, и ровно такой же вот способ, да, создания нити путем вот этой полимеризации делается вот такое вот немного вискозоподобное, да, волокно, которое спридается. Сама нить очень красивая. Очень красивая. Она так скручена, интересно. Ну, если вообще разглядывать всю цветовую гамму вот этой пряжи Соло Лина, там она действительно, она как вот прям сияет. Кунуться, прям нырнуть в нее. Да, она какая-то жемчужная, у нее есть вот этот лоск атласный, вискозно-шелковый. Вот, так, кружево, наверное, мы показали, да, если вдруг вас заинтересовало. Да, скриньте на всякий случай, если что, отправлю. Да, ну, если там на планшетке будет цена, вы ее углядите, вы ей не верьте, потому что немного нам пришлось поднять цены. Вот. На сайте все цены верные. Да, на сайте все верные цены. Про новое нашумевшее поло расскажете, а какое нашумевшее поло? Это то, что твоя последняя фотография была. Ну, давайте мы как раз сейчас про поло, пока вопрос прилетел, чтобы уже отвечать. А, ну, нет, ты его не принесешь, потому что Саша его уже понесла владельца. А, да. Да, я смогу сейчас лишь показать то, что я, у меня стадия завершения. Вот, для того, чтобы создать, сделать это описание, в общем-то, нужно было его связать. Его нужно было связать, потому что, ну, сделать описание по готовой вещи немного сложнее. И я пошла таким путем, чтобы все-таки... Не пугайте, это не готовая вещь ее связала наша прекрасная Наташа Иванова. Да, да, да. И просто поделилась с нами. Да, Анечка ее продемонстрировала на себе и, в общем-то, вдохновившись этой идеей Наташи, вот, сейчас вот практически в стадии завершения осталась только вот обработка еще одной проймы, ну, и, соответственно, пришить пуговки. Описание практически вот как бы уже готово, так что вот-вот оно все будет. У меня в профиле, если вы все-таки заглядываете в Инстаграм еще в мой профиль, то там как раз тоже фото есть, там пуговицы можно увидеть. Поэтому это поло будет с... мы внесем корректировки по размеру. То, что я связала, это 44, и это не овер, это вот прям с такой хорошей классической посадкой, типа вот поло, футболка, как положено. Свободно, не приталенный. Нет, он не приталенный. Он такой весь пряменький, достаточно аккуратненький, но без большой свободы облегания. Поэтому, если вам хочется овер, да, смотрите на размеры, на какие, ну, какие изменения, да, нужно внести, чуть побольше набрать петель, чуть побольше рядов, как бы связать до, до линии, да, расхождения на застежку. А так, в общем-то, все просто. Он практически квадратный, вот, но и по работе с самой пряжей, как бы можно тоже там у меня в профиль немножко почитать. Вы знаете, я вообще только, наверное, в этом году поняла, как с ней вообще дружить. Здесь я из-за того, что я действительно, как бы, боялась этой пряжи и видя то, как у нас покупатели многие приходили и показывали идеально ровное полотно, связанное там из пряжи секонда, фило и им же подобных, да, я все время завидовала. Потому что у меня вот с такой сутажной ниткой никак не складывалась любовь. У меня все время гуляли петли и, кроме как ажур из нее связать, у меня ничего не получалось. То есть лицевая гладь, сикость-накость и по-всякому. А дело, в общем-то, всего лишь в инструменте и в твоем настрое, ни больше, ни меньше. Уже делая, как бы, завершая обработки, довязывая резинки, как бы, да, я уже ее полюбила, понимаю, что, наверное, было бы неплохо еще платье-футболку какую-нибудь сваять. Вот. Деревянные спицы, а лучше бамбук. Лучше бамбук и, на мой взгляд, бамбук, у которого все-таки побольше разбег и не очень тупой носик. И вязать, как бы, петельки перебирать лучше именно на кончиках, да. Обязательно пропустить нить через безымянный и средний палец, некое натяжение, да, некое натяжение. И не торопиться, да, вот как обычно, там, знаешь, там, махер вяжем, даже не смотрим на него. То вот здесь нужно отрелаксировать ее и почувствовать вот это вот, как перебираешь, как маленький бисер в руках, очень приятное тактильное ощущение. И вот некое такое действительно релаксирующее. Мне очень понравилось ее вязать, и я надеюсь, что если вы, вот, как бы, будете следовать таким вот рекомендациям незатейливым, да, прямые бамбуковые спицы, потому что все-таки прямая спица не дает петелькам гулять по разному диаметру, да. Если спица круговая, то мы вяжем, вроде как, на диаметре, там, 4, да, а пока эта петля бежит на леску, то она меняет свой диаметр, на какой ей там вздумаются. А нитка, в общем-то, шелковистая в оплетке, и, конечно же, она будет там делать то, что ей вздумается. И потом, возвращая, как бы, обратно на спицу, ты вроде как бы ей даешь ту нужный диаметр, но все равно она помнит, что там ей было вольготно и свободно. Так что все-таки на прямых спицах сохраняется диаметр петли. На каком размере выложите? Четверка, четверка, обработка 3,25, ну, три, я на тройке резинки вяжу, вот. Так что... Так, спотти у нас есть наличие еще, но не все цвета, к сожалению, цена у него 585 рублей, но она действительно тает на глазах, поэтому, если вы хотите успеть попробовать эту нить, она очень красивая. Можно мы поближе полотно показать? Присмотритесь, просто если качество изображения вам показывает, все вот этих жучков разноцветных, очень красиво, вблизи. И можно рассматривать прям как картину. Ну, да, да, прям каждый эти. И, конечно, вот эти цветные мушки, вот эти жучки дают возможность подобрать какую-то интересную фурнитуру. Здесь не могу себе отказать в удовольствии. Так же, как и наша Наташа, выбираю разноцветные, подбираю пуговицу прям под цвета нервсины. Хотя, в общем-то, здесь можно спокойно взять любой оттенок из этих пуговиц, поддерживая, там, предположим, обувь, аксессуар, да, или что-то еще, чтобы он уже был очень гармоничный. Можно даже их там менять, иметь как тот воротничок. Я принимаю описание уже с готовыми нитками и пуговками. Ага, ну, чуть-чуть, да, ждем, ждем чуть-чуть. Вот осталось сейчас как бы утвердиться в том, что все правильно, потому что Саша последние замеры сегодня уже забрала. Он ждет купания. Я буквально, может быть, сегодня вечером, завтра утром добью его и отправлю постираться, чтобы уже понимать, что нет, не будет усадки. Стирать будете в машине или руками? Скорее всего, в машине. И отвечая на вопрос, который мне задали, по-моему, в Телеграм, в чем же я все-таки буду стирать, я, скорее всего, выберу средство для хлопка. Тенотекс. Тенотекс. Вот, и постираю в нем. Хотя, в принципе, есть, был, был, был у меня как бы, да, сомнение было, потому что, в принципе, может быть, взять и для шелка с вискозой. Шелковистая вот эта поверхность, есть вероятность того, что все-таки вот этот лоск, да, чтобы он не потерялся и чтобы хлопок не выпячивался и не создавал некий матовый фон, а сохранить вот этот вот легкий блеск и шелковистость. То есть вот я еще пока... Может быть, миксануть чуть-чуть от того? Ну, коктейль, да, да. Да, ну, а они вообще рекомендуют делать иногда коктейль, можно и так, и так. Так. Расход. Значит, расход, девочки, у меня метр шестьдесят. Она у нас по рекомендованной розничной цене пятьсот восемьдесят пять рублей. Точно? Ее не поменяли, наверное. Могли не поменять? Ну, проверим, лучше для вас. Напишите, а мы проверим. Я думаю, что Сашенька будет смотреть эфир, она потом посмотрит, все ли хорошо. Ну да, и бывает такое, что у нас на сайте некоторые цены еще не изменились, и это может случиться, потому что производитель вывел из своего ассортимента эту пряжу, да, из новой коллекции вывел. И мы, соответственно, не поднимали цены на некоторые виды пряж, причем те, которых у нас много в запасе. Вот. Я думаю, что цена старая. Я думаю, что цена старая, ее, наверное, нужно будет поменять. Поэтому те, кто успеет сейчас, да, у вас будет приятный бонус. Спасибо, пожалуйста, за вопрос. Спасибо за вопрос. Мы подправимся, потому что Спотти не выведен из ассортимента. Но некоторые позиции остались в прежних ценах. Так, значит, еще раз про расход. Метр шестьдесят мой рост. Модель связана именно на сорок четвертый размер. То есть он мне не овер, а вот просто с хорошей, качественной посадкой по размеру. Ну вот рукавчик вот так вот, и длина его по косточку. То есть он не прикрывает ни попу, ни место расхождения бедро, да, нога. А вот он прям вот футболочкой, вот прям полу-полу, такой интеллигентный вариант. И здесь у меня пять с половиной мотков, то есть шесть я рекомендую. Дальше, если мы все-таки... Ну, я думаю, что на сорок шестой размер этих шести мотков хватит. Дальше увеличим. У Наташи ушло восемь. У Наташи ушло восемь, у Наташи большой, и у Наташи на самом деле плотность другая. Другая плотность. У нее более... Поплотнее, да? У нее плотнее, да. Я все-таки здесь вот как бы посвободнее. Да, у меня как бы вот он посвободнее. Ну, в общем, вот, по полу я ответила. И давайте еще следующий вариант с кружевом покажу вам. Сейчас, секунду. Есть еще вопросы? Сейчас вы пока разбираете прекрасную корзину, посмотрю вопросы. Серую, золотистую, с этажной нитью, когда можно ждать? Я думаю, что это про вашу полынную ангору вопрос, да, Кристина? Сейчас я буду отвечать. Так, про цену ответили. Ждем описание с нетерпением. Поближе показали. Лена, красивая кофта на вас. А знаете, что это за кофта? Это тот самый бомбер. Это тот самый... Шумевший. Бривенс бомбер, да. Я сегодня сияю, блистаю. Но неспроста сияю, блистаю, потому что, в общем-то, все есть. И я такой не предмет для зависти, а можно, в общем-то, повторить. Пряжа queen для тех, кто хочет сиять не меньше, чем я. И пряжа princess для тех, кто хочет быть чуть менее... Чуть скромнее. Так, мой вариант, вот он, да. И к нему добавлена нить шелка буретного кину. Две нити вяжутся. Вот этот махер с пайетками и нить кину. Но это такой был хит. Мы как-нибудь вернемся, если будут запросы, мы вернемся к сочетаниям оттенков, если вдруг вы захотите это вязать. Описание этого бомбера на сегодняшний день у нас не представлено в разделе описания. Мы его дарим, дарим для тем, кто покупает пряжу princess или queen. Вот, но я не знаю, отпустим ли мы его в продажу, но чуть-чуть попозже. Пять мотков, ну, как бы приобретая пряжи queen или princess, вы можете запросить описание, либо здесь у девочек в магазине, либо на сайте в поле комментариев написать, мы вам его отправим. Будет ли информация для больших размеров по полу? По полу, да, мы, по-моему, по полу мы добавляем. Да, 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 да. Я единственное сейчас вот боюсь вам сказать относительно там совсем больших размеров, вот, но до там 50-го точно будут рекомендации, поэтому дождитесь описания. Показываю еще вам вот такую красоту. Это тоже французское кружево вот с такой аппликацией на сетке, с вышивкой аппликации на сетке, очень красивое, такое изысканное для любителей таких изящных, таких особенных, очень женственных вещей. И вот к этому. Прикольно, что оно под углом, да, вот эти полосы. Да, красивое, красивое кружево, тоже такое особенное. У него цвет такой топленого молока или сгущенки, да. Ириски. Ириски, ириски. И к нему я тоже подобрала пряжу в тон Олеся. Ой, на бомбер какой у нас размерный ряд. По-моему, вязали даже 50+. Да, я вот единственное... С увеличением размера добавляли рапорт. Да, добавляли рапорт и в ширину, и удлиняли в длину рапорт. Но у нас описание идет четко, вот прям конкретно на это, с рекомендациями. До 50-го максимума. Молнии у нас, кстати, рири, по-моему, остались еще. Да, да, да. Молнии остались. Есть еще. Так, возвращаюсь. У них, правда, увеличилась цена, простите, что я перебила. Ну, а что тут? Ну, они есть в наличии, двухзамковые в том числе. Так что, если вы задаете с целью связать бомбер по описанию трискелета, все-все-все материалы сейчас есть в ночи. Да. Самый маленький размер. Ну, самый маленький размер, я думаю, что вам... Ну, какой, сороковой или тридцать восьмой? Насколько маленький? Ну, вот, у меня сорок четыре. Вот, у меня сорок четыре. Ну, на сорок два он тоже сидит гармонично, потому что вязали девушки. Ну, да, почему? Тоже хорошо. Спущенное плечо. Здесь спущенное плечо, и он не, ну, как бы, не длинный. Не длинный, небольшой. Ну, то есть это не оверсайз, это модель по размеру. Вот, причем он расстегнутый, неплохо смотрится. Можно его и расстегнуть, и наоборот, наглухо застегнуть. Как нравится. Ну, выглядит он, конечно, роскошно. Ну, да, я сегодня комплименты собираю. Так, показываю. Комплимент. Угу. Двадцать первый цвет Олеся. На сорок четвертый, простите, опять не отвечу. На сорок четвертый, Оксана, вам будет идеально. Идеально будет, да. Возвращаемся кружок. Простите. Да нет, хорошо. Ну, вопрос, это что-то хорошо. Это все правильно. Так, просто Олеся, двадцать первый цвет, да, все что угодно. Тут этот цвет как будто как от зеленца присутствует. Да, как будто там... А я не вижу. Мне кажется, так свет падает. Ну, в общем, вот. Тут, кстати, люрекса нету. Ну, у Олеси все цвета, которые начинаются на 100, ну, то есть там 101, 105, 107, они с люрексом. Они с люрексом. А те, которые двухзначные, они без люрекса. Можно связать полосатую вещицу, просто прям в полоску, да, и вот как бы заделать кружевом. Ну, вот прям, я не знаю, мне почему-то захотелось сюда серенького. Хотя можно просто серенький. Ну, вообще вот этот цвет у Линель очень красивый. Очень красивый. Он какой-то такой многогранный, дружелюбный. Он очень... Ртуть и полынь, я бы сказала. Да, даже ртуть ты тут увидела. Ну, серебро такое. А мне, пап, мне прям кажется, прям вот полынь в чистом виде. И вот это 150-й цвет пряжи Линель. Вот, тоже классно. И вот они по фактуре и по структуре классно будут с Олесей. Можно. Закоричневиться. Чуть-чуть покоричневей. И пряжа Мерлен. Еще осталась у нас вот та, которая с шишечками. Да, с люкс. И здесь тоже я прикладываю два цвета. Почему-то мне кажется, что вот они тоже классно вместе будут. Можно третий цвет спокойно. А можно еще и четвертый, потому что вот он четко под цвет вышивки попадает. Вот так. Здесь уже смотрите, что вы там напридумываете. Но учитывая то, что кружево достаточно такое многогранное и много в нем рисунков, то если используем цвет, то делайте максимально, как же это сказать-то, максимально просто. Почему я и говорю про полоски. Да, вот прям тельняшка-полоска. Но с кружевом будет, наверное, эффектно смотреться. Их смешать вы имеете в виду вязать прям в четыре нити? Уверена вы, что такое плотное? Ну, это толстенько, это толстовато. Можно просто их смешивать как бы в пределах двух. Или взять какой-то из этих цветов и к нему же присоединить то, как мы любим. Вот, допустим, не сильно толстую нить льна, добавить туда тонкий-тонкий люрекс. Это, кстати, не вяжется нам спокойно вот просто соло из одной нити. Ну, не можно так писать. Ну, не можно, ну, давай тогда соединим, может быть, знаешь, как. Вот возьмем вот так попробую. Вот так попробую, да, прекрасно. Или вот с люрексом Катя, который вот у нас, кстати, новинка. Да, вот такие вот катушечки тоненькие появились. Вот прям тоненькие-тоненькие. Ну, чудесно, чего, почему? Вот прям, да. Очень красиво. Линель и диамант. Вот такой серенький вариант. С золотцом. С золотцом. Можно линель. Олесю и линель. Олесю и линель. Ну, вот прям, ну, вот если вязать Олесю и линель, но лучше не в две нити. Нет, нет, нет. Не вяжите по отдельности. Мне кажется, вот полосатик чуть ли прям не два через два, да, два ряда того, два ряда того будет классно. Не нужно... А можно через один перетягивая вообще будет интересное полотно? Можно, можно. Ну, отдельными деталями тогда туда-сюда, да, и конец? Да, можно. Можно вязать платочку два через два, и тогда будет эффект, как будто бортики. одни вот такие тяжеленько тяжеленько да но опять же таки зависимости от того какая вещь может быть эта вещь длинным рукавом а если вязать лицо изнанка лицо изнанка лицо изнанка тоже можно и менять нить и менять лицо изнанка лицо изнанка мне кажется прикольный рисунок получится именно за счет фактуры да да интересно интересно я так и больше не делала есть бы такого нет но вы вязали платочку изнанки и че-то последнее время сижу на платочке план изнанка изнаночными петлями вязала до платочной была рада если пряжа на черный бомбер на черный бомбер к сожалению нет queen у нас была темно-темно-серая в самом начале но она закончилась самый первый потому что очень большой был спрос мы надеемся что наладится саша привет при проверь пожалуйста пряжу спойте по цене что-то у нас на сайте висит хорошая очень хорошая цена так вот соединяя если хочется говорят некоторые миксануть очень круто мне вообще нравится смотри по цвету всех летних вот этих нитей прекрасно значит что же я взяла больше не боюсь не боюсь не боюсь не боюсь так это что у нас цвет номер 87 87 я взяла олесю потом я взяла алина 100 от кати это 9 9 и вот этот вот тоненький люрекс мы кстати про тоненький люрекс не рассказывали так как у нас не было эфира подробного это же новинка мотаю мотаю пожалуйста называется эта история тэн шайни шейтс 10 сияющих оттенков и это такая форма мотка по аналогии с мохером с которым вы наверно уже знакомы вот шейтсов мохер если я не ошибаюсь у катя она называется и вот такой вот вспомогунчик да прекрасный люрекс и этот люрекс хорош тем что в одном мотке тысячи метров то есть одна вот такая вот маленькая катушечка это тысяча пятьдесят метров на изделия до практически целое изделие ну то есть если вы вяжете там в тысячу метров помещаетесь обычно в какую-то целую вещь соответственно один ну или это может быть один который вы используете там нескольких десятков шапок ну там пить им как минимум и формат удобный и чем еще этот люрекс хорош что он не очень скользкий он не скользкий его низ какая вот основа которые а что прицепиться к другим нитям а висит вискозы и такая матовая немного шероховатая вискозка и он действительно такой очень стабильный ну а для тех кто в общем-то хотел бы посоединять и создать что-нибудь типа моего dreams это вот прям идеальная нитка можно выбрать несколько оттенков вот из этой линейки вот этих тонких люрексов да смешивать их с мохерами и в общем-то многогранная объем брать и соединять вообще под римсом достаточно большой со смен на сайте сейчас и по макерам и по кашумируем поэтому можно успеть захватить что-то интересное и мы сразу такие раз в сторону дримся таки а тут коробочек мало коробочек мало но есть но есть олеся на изнанке прекрасно ну да но вообще любая фактурная пряжа букле шишечки узелочки паеточки они как правило всегда активны на изнанке ну то есть если мы вяжем через ряд тогда мы линель вяжем лицевыми олесью изнаночными и так всегда прикольным вот еще соединяю опять же таки но уже кремовый цвет на марлен и беру ли на 100 но уже на такой разделение оттенок такой потемнее коричневато зеленоватый и опять хочу туда до пайетки для разнообразия уже не люрекс а поездку добавим не толсто я думаю что вот такая тройная нить она в общем-то хороша будет на спицах четыре с половиной так спать и цену поменяли кто успел в начале эфира успел кто не успел тот не успел ну вот еще один вариант тоже классно да вот по цвету угадавши я сейчас я вам вот так поближе к экрану покажу надеюсь видно да и дневник наш ну вот здесь это кружево либо на рукава по низу рукава да вот как бы такой широкий рукав можно сделать красиво будет не очень длинный и вот такой широкий свободный и только на рукаве на одном на двух на двух рукавах и низ уже не не обрабатывая на руках и этого достаточно либо может быть а силуэта какая-то туника или платье какое-то свободное и только по низу просто лати такой в 60 в стиле шестидесятых с лодочкой с такими рукавами три четверти с этим кружевом такой ну да вот прям пашечка будет красиво будет красиво вот ну и если уж прям совсем чего-нибудь кружочек вот этот вот вырезать вот этот вот и вот сюда очень крысь на холку на холку вот и это было они наверно поближе не знаю есть тут да на цену опять не смотрим здесь она называется кружево вышивка на сетке 06 16 ну или делайте если не найдете его на сайте это в разделе эксклюзивной ткани кружевок трискель и по моему на да по заказу трискель и найдете на такую пометочку вот там вы его отыщите не найдете ну вот отмажайте допишите отмотайте сделайте screen и вот прям сюда в скеле можно будет отправить мы постараемся обязательно сохранить эфир видно не очень через связь не очень хотя бы есть мы постараемся сохранить эфир и подгрузить его во все возможные социальные сети в которые я надеюсь вы добавляетесь к нам в телеграм и вконтакте ну вот так сказать проба пера сейчас мы смотрим насколько приемлемо до оставаться здесь сейчас насколько это нужно как много вас смотрит и как много вас еще посмотрит потому что нам тоже важно ну понимать на этот ряд понятно сколько насколько это все эффективно сейчас в качестве до взаимодействия нашего с вами если у вас есть какие-то вопросы вы пожалуйста их пишите мы с удовольствием ответим потому что у нас еще есть запас во время давай уже тогда до окружева то вещь значит возвращаясь к вопросу про кардиган спрашивали а потом уже надо да показываю он завершён и конечно он живьем выглядит намного интереснее видно вот эти все структуры фактуры чем на на фото но учитывая ситуацию которая сейчас сложилась потому что связан он был из тех моточков которые мы привезли из тех маленьких конус очков которые мы привезли сани последний раз из италии когда мы ездили по своим по своим пряжным делам и это пряжа в общем то сейчас находится в производстве для нас либо как она уже произведена но на сегодняшний день сказать точно когда она появится а ближайший месяц она не появится а учитывая то что все-таки желание повязать есть и у нас есть из чего связать альтернативный вариант вот то мы запустим и тестирование и описание будет но вязать мы его будем из ангоры которые имеем который у нас в общем то уже себя хорошо зарекомендовала и который классно соединяется и получается действительно очень красиво я перекину анчика мы stories отправим саша уже приносила мне образец который мы тестируем из альтернативной пряжи а там будет пряжа поталь и ангора спайки но ангору можно будет выбрать я так думаю любой начиная от фермерской и заканчивая ангоры спайки главное подобрать цвет и мы предложим варианты сочетаний прекрасно укладывается все что сегодня я увидела саша принесла она гармонично ложится и выглядит не хуже единственное но что у меня акцент идет на золото да а вот в новой модели будет он акт с акцентом на серебро да то есть серебристый блеск между вот этими ангорскими полосками и соответственно серебристая фурнитура вот так что если вдруг вас устроит это серебро то можно будет подключиться для прям самых тех кто вот прям не хочет ждать и вязать вместе с нами подключиться группе тестирования заполнить анкету сашенька напишет трескели дизайн об этом либо дождаться этого описания это будет фэшн бокс это будет набор пряжа плюс описание спасибо за ваши сердечки очень приятно их видеть так трубой как дым так очередное произведение искусства ли он очень красиво ссылку давайте я в stories после эфира отправлю еще раз ссылки на телеграм и контакт для всех кто не нашел ну или лен пишите в директ я вам отправлю на прямую ссылку сколько нужно пряжи на бомбер зависит от размера если мы говорим о бомбере который на лени 5 мотков пряжи queen или принцев и 3 конуса кино что-то будет на белоснежку чуть-чуть ждем чуть-чуть ждем пока я еще вот в стадии понимания я уже заказала ли он и если ли он послужит хорошие альтернативы мне нужно все таки попробовать и отвязать хотя бы но деталь какую-то и если они действительно с кружевом как это сольются в единого едино да и будет возможно до воссоздать эту белоснежку то вот как раз я поработаю в этом направлении ли он заказан будет очень красивый лен такой качественный и он тонкий и я хвостики лежали образец ну в общем если споет то белоснежка будет и петь и танцевать всяко-разно кружево есть кружева лежит ждет своего часа и я они помню все время так что надежда есть у меня его по эфирам много комментариев о том что телеграм больше всего пока нравится вконтакте много пишут не по делу у кого-то вылетает у кого-то все работает отлично но на самом деле спасибо большое что вы пишете потому что нам нужно это понимание у кого бы у кого вылетает поменяйте страну по vpn хорошо германия показывает но на самом деле у меня вот с вайфаем без обновлений instagram работает как обычно поэтому можно попробовать просто чуть-чуть поиграть с настройками ну или скачать vpn их несколько десятков разных я без всяких vpn из армении смотрю все так отлично как никогда татьяна по вашу просьба была одной из ключевых когда мы выбирали устройство с которого выйти в эфир потому что именно вы написали что очень хорошо было слышно и видно самого самого последнего но конечно у вас нет никакого вас и даже давление на социальные сети поэтому можно посмотреть пряжу бельведер нужно какие нужны спицы выглядит очень тонким бельведер сейчас покажу instagram удобно я к telegram еще не привыкла но telegram это все-таки площадка такая больше как мессенджер да это же не социальная сеть в полном объеме поэтому мы в любом случае но там от спорья неплохо но мы будем это будем 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 стараться в россии тоже хорошо хорошо там где у нас нет миллиона есть поговорок на эту тему давайте будем радоваться тому что есть и мы обязательно адаптируемся и будем стараться развивать и вконтакте и telegram для того чтобы у вас были возможности в разных социальных сетях видеть один и тот же контент в полном объеме но пока вот в качестве теста эфир именно на старой площадке потому что ну как нам кажется все равно основная аудитория именно здесь и недаром у нас 60 сколько 7 8 тысяч подписчиков живых не накрученных и самых настоящих людей прекрасно прекрасно анют давай вот бельведер покажем какие спицы бельведер вот такой он действительно достаточно тонкий производитель рекомендует спицы использовать два с половиной 3 хотя в общем-то и три с половиной для нее в дорожном потому что она немного раскрывается и распредается ровно так же как и аверсалис такая вот как бы оживающий оживающий наполняющиеся немножко после этого после увлажнения и высыхания поэтому в общем то но для тех кто вяжет достаточно плотно до сохраняя диаметр петли вот его петли вяжет по спицы как мы говорим то в общем-то и три с половиной будет неплохо вот атака на такая достаточно тонкая а те кто вяжет крючком она прям вот очень ловкая классная и мягкая вот сейчас я анюту попрошу чтобы она дала вот там следующую еще попросили показать кино я поэтому вот сальве ублю принесла кино это бредный шелк стопроцентно на конус очки вот такой вот он немного такой сухонький но в общем-то сохраняет все свойства шелка такой бурет бурета тусанский ну вот его буретом никак не назовешь уже больно такой холененький и выработка у него классные ровненькие гладенький так они вот давай вот это вот которая у нас а-ля брестоль я забыла как она нас называлась это не престоле а подожди она называется йорк вы есть да это тоже в общем-то легендарная вещица которую я не знаю как только не вязали с чем только не вязали уже после того когда закончил сочетание ли закончился зеленый цвет пряжи говорит в сфинляндии вообще-то это я гузель у тебя новая картинка я не узнаю приятно вас видеть жене привет так вот еще один вариант это тоже как идея описание надо тоже есть на сайте ровно как и предыдущие кстати лы стоп трески или там тоже можно найти в разделе описание его и вот такой вот совсем такая простая вроде как по своему крою тоже вот распашон прямоугольная вещица но за счет вот как бы вот этих кружевных вставок смотрится очень изящно если отлита от листать мою ленту так лет на три три четыре три четыре до вниз то вот можно увидеть ее на мне на действительно классно выглядит причем ее вязали и из с мохером то есть вот именно это кружево использовали ввязывали в мохер тонкие очень изящные нежные по моему забрали была у нас такая роза мне кажется и купили да я вязалась бел белое кружево и розовый мохер ланг при до ланг премиум был нет подождите вот же она мне не розовая дымка нет это вот розовая дымка то было бы точно такая же а это забрали уже до точно точно вот она тоже кстати классно получается с мохером наташа наша пивень вот только недавно приходил демонстрировал такое же черное кружево она связала платье причем тоже такое вот достаточно прямое черное платье не видела я видела просто еще вязали черный по описанию четко с но с хлопком пяти до пяти тоже было очень очень красиво то есть вот это вот модель очень хорошо как бы работает вот моем случае здесь разные оттенки до голубовато зеленоватое кружево и зеленые как бы пряжа скомбинирована хотя в общем-то в кружеве есть эти зеленые нотки такого зеленого оценка сама сетка поэтому они в общем-то гармонично очень смотрится особенно когда вот но на изломе вот видно это кружево что она зеленая вот можно подобрать прям тон в тон а можно вот используя как бы нюансы оттенков но на сегодняшний день у нас осталось по моему 3 цвета этого кружева есть молочный я сделала подборка молочная корицу я не подбирала но при желании мы можем и под корицу вот но сейчас анют вот там если ты корзиночку достанешь где-то должна стоять корзиночка нет а да вот ну давай тогда вот эту и потом молоко где-то у меня еще было найдем вот такой оттенок кружева это называется по-моему брестоль брестоль или как-то мы его называем интересно прям вот одноименно мы его называем привет из фринляндии из польши и томской области но вот вы пишете опять что все равно плохо видно скачайте другая пена их очень много разных и какие-то работают дальше какие-то худшие наташенька привет на какой-то планшетки однозначно есть на название вот этого кружева потому что я боюсь моего при столе называется кружева брестоль или как вот еще она так и называют вот это вот до планшетка есть там надпись на ней имя имя него это не то это широкая вот это узкая вот есть имя кружева софия лет оберджин лилос скобочках брестольного там пристоль обреченной брестоли она находит да если вы в поисковой строке просто наберете слово брестоль да вот прям английскими буковками наберете при столь то вам выскочит и значит вот кружева брестоль и вариации на тем потому что с ним много работали сейчас я показываю такой оттенок и не знаю как его назвать не знаю сиреневато сиреневато какой-то розоватый тон и к нему в общем то не так много оттенков подбирается такой многогранный цвет разные нюансы светлые темные ну и прекрасная пряжа линель со своей вот этой сутажной фактурой очень интересно будет смотреться вот она прям ну вот практически идеально очень гениально по оттенку этот цвет а седая слива правильно очень красиво и название самой и вот такое сочетание и можно вот взять его прям вот и четко связать вот эту модель прям используя я больше чем уверена что вы даже в плотность попадете в ту же вообще насколько я понимаю брестоль вообще йорк лейс это модель которая отлично подходит если вы только начинаете работать вот именно в технике ввязывания кружева поэтому если есть желание научиться и вязать больше одного кружевного элемента больше одной вставки чем на малбери лейс потому что здесь как раз техника и набора и присоединение к открытым петлям потому что в общем то привязать кружев то есть набрать петли от кружева несложно а присоединить так чтобы это присоединение было и пластичным и аккуратным одновременно потому что если вывернуть его наизнанку но я как раз сейчас говорю для тех кто как бы вот ну не так давно с нами и да вот об этом нет методе не знает то вот так выглядит изнанка чтобы вы ну вот понимали и это все у вас все время находится на спицах и вывод в момент вязания присоединяете опять набираете вяжите это очень приятно ловко и быстро и ну и красиво соответственно если вам как бы вы приемлете вообще как бы кружевную историю вот вопрос чем сочетать эти кружевные топы кардиганы платья не ношу практически с джинсами мне очень нравится как выглядят да эти вещи с джинс идеально идеально да то есть мне нравится вот допустим этот вот йорк лэйс с джинсами классно с белыми брюками он шортами очень хорошо выглядели причем они были ненами какими-то да и сильными брюками неплохо если вы подбери ну любой любой натуральный материал с кружевом вот так вот в таком исполнении выглядит очень гармонично а вот допустим лэйс топ трискелли вот тот топ да я одевала с классическими темно темно-темно синими брюками такими прям вот хорошего кроем и кроя такие вот зауженные немножко к низу но учитывая то что все-таки там а силуэт у самого топа то тоже смотрится неплохо не знаю мне кажется чем знаете как чем вычурнее вещь тем вычурнее наряднее вещь до чтобы сбить ее спесь вот тем проще можно одевать низ да даже те же самые рваные джинсы я например обожаю кружевные туники которые носятся там даст вот с какими-то такими джинсами немножко такими поношенными из серии там домашний домашних у перфортуны есть похожий оттенок седой сливы перфортуны может быть может быть нет он не подходит я смотрела он другой да да вот единственное что я подобрала подобрала еще вариант пряжа маре маре или мара как ее правильно назвать маре маре здесь нотки вот этой сливы присутствуют совершенно точно и чтобы вытянуть эту сливу поярче вот сделать ее по поактивнее то вот как раз вот такой оттенок брелина кашмир выношу на работу практически не снимает вот наташенька пишет счастливый обладатель каким номером спит свяжется бомбер четверкой может быть и даже больше надо посмотреть чем не помню я уже не помню я уже есть в описании совершенно точно будет информации плотность да а так чтобы уже по поводу чтобы спицы сразу приобрести мы уточним мы уточним я уже время то уходит все не запомнишь прошлый год до 21 ваше это и кино подойдет для брестоль подойдет кристин да для этого кружева подойдет точно скажите номер смотрим номер это номер 04 это якобы кого маре брелина номер 20 ну понятно у меня сейчас здесь розовый край такой розово-сиреневатый вот как раз этот край и я туда давай нам очень нравится перфортуна вопрос не нравится нам перфорту нам очень нравится очень нравится перфор ну во первых практически закончилась уже там еще есть у меня нас еще в карабах это наш наш сегодня отгрузили много много пряжи сололины и да там перфортуны вот так вот варианты мне нравится здесь вот сочетание если говорить ну вот усилить немножко этот здесь такая натуральная экологичная вот это вот нить злина шелка и хлопка и она усилится в блеском люрекса и все это еще усугубится кружевом и все это будет очень выглядеть гармонично да вполне себе но даже если отмести в сторону кружева и добавлять вырос вместе разные оттенки вот в этот градиент как ты вязала помнишь до добавляя усиливая как бы цвет делая какие-то акценты потому что есть и золотистые нужно поедки ну то есть менять поедки да вот как бы это уже сейчас мы не про кружево говорим а просто о том чтобы можно сочетать вот этот вот некий casual да немного подсветить раззадорить и сделать так как нам нравится до соединяя всевозможные варианты добавляя какие-то оттенки на самом деле здесь много чего бежево красиво если хочется каких-то соединений вывязывать полоски платочкой да вот ну туда в сторону вот как бы этих полосок там аля кучинели то вот вот это вот объединяющие пряжа до который достаточно будет один моток который будет задавать тон вашим цветам к ней уже присоединять можно даже эти золотые палетки которые поярче будет тоже классно это может быть и какой-то летний кардиган и какой-то просто топ до или летнее платье прикольные ли они платье вот такое будет здорово но тогда уже и гуляем сторону миссони да не миссони вот этих зигзагов потому что вот платье со спущенным плечом прям такое ровное прямое вот из этих вот ниток с которые с градиентом будут здорово здесь составе есть и лен он будет держать хорошо форму он выдержит на себе все вот эти люрексы и пайетки он как бы так будет держать полотно каракас да хорош для основы ну в общем вот так вот ушли мы от кружева и перешли просто в красоту которые в ваших руках пока в наших но кто-то кто-то летнее платье а я вот видите образец из кашемира мну холодно еще холодно да ты сегодня в кардигане он полдня проходила хорошо сочетать достойно отлично сочетается и это правда и это правда я показывала 20 оттенок брелина от прик показывала так мары чертограмма золотой тетрадор ты может может терра а вот к этому кружева если вы не прикладывала светловато светловато я прикладывала но если ее немножко вот попробовать какой-нибудь не силил до либо подобрать что-то очень тонкая но прям максимально подходящие по тону вот к этому кружеву то да она тогда споет и заиграет потому что вот в тера все-таки он не тот немножко но как он тот но он светловат и вот может быть я не права и если связать полотно кружева все-таки на просвет и на белой девичьей кожи она будет чуть светлее выглядеть то возможно и т.р. сыграет будет неплохо но у нас не так много времени уже с вами остается а у меня тут еще четыре или пять корзин с моими подборками я боюсь что мы не успеем все вам показать вот поэтому наверное либо мы их унесем и спрячем оставим на потом либо я просто сейчас делаю очень быстрый блиц как хотите у меня на самом деле просто я очень переживаю что вот чуть больше по времени если мы будем сейчас в эфире не мы не сможем сохраниться мы может быть тогда оставим эту историю и пойдем еще раз понедельник уже еще да может быть блиц люди говорят блиц но мы волнуемся чтобы сохранился эфир потому что он неоднократно была такая история с инстаграмом и как говорится давайте знаете как я блиц точно не получится давайте хотя бы покажу вам на малбери а вот этот вот изумруд потому что там не так много пляжи покажу сразу же на малбери еще один синий там тоже не слишком много пряжи темно-синий да вот этот очень красивый нет нет это вот темно-синий а вот и заодно вот этот часто малбери по моему есть вещица у нас связано а вот он лежит прям малбери а не молочная вот там малбери лэйс связана она была из пряжи престо такой толстенькой достаточно а подождите не просто из чего из мы и шелка и шелка малбери родины я и уже как бы мы подбирая всевозможные варианты сочетаний уже из чего только эту вещь не вязали и летний вариант и зимний у нас даже есть сангора и на пуговках разъемный вот и многие возвращаются к нему вас ну воссоздавая переделывая переигрывая эту модель потому что она действительно очень ловкая легкая очень эффектно выглядит и вяжется просто это вот как раз к вопросу о том что что проще всего вот это скорее всего самый простой вариант в технике ввязывания потому что your clay там все-таки и привязаться и набрать а здесь мы только набираем петли от кружева вяжем вверх обрабатывая горловину набираем петли вниз и вяжем вниз выстраивая как бы наше полотно выстраивая линии реглана вот и что же по сочетанию с молоком вроде как все хорошо мы подбираем разные варианты очень много пряжи подходит а я хочу вам показать очень красивый оттенок вот этот вот не знаю изумрудно-малахитовой и к нему единственная нить на сегодняшний день которую я смогла отыскать по цвету это все-таки пряжа линель линель родина yarns почти идеально по своему оттенку ну и если хочется вот от кружева до добавить какого-то блеска добавить какого-то украшения то вот чуть более светлый оттенок пряжи палета сатланг вот ее можно добавить прям пряжу линель вот ну ровно как вот здесь у нас здесь крупная пайетка сейчас если вы увидите вот она да она прям просто прикладывается к нити основной и вот вяжется несколько платочных рядов и а еще один вариант для любителей кино кто не видит альтернативы до после японцев кто вяжет исключительно ее то тоже идеальное сочетание соответственно вязать ее придется скорее всего даже в три нити если вы хотите использовать описание либо сделать свой перерасчет и можно тогда в 2 нити и и повязать вот чуть более экономично и этот цвет у нас это пулгрин это пулгрин пряжи кино и вот по цвету круто 374 круто классно считается замечательно вот к этому зеленому малахитову пожалуй на сегодняшний день все ничего не сочетнулась я бы так сказала ровно так же как и с темно-синим это цвет обожаю очень его люблю считаю что он прям такой очень элегантный очень глубокий прям практически синий бархат пирог да и синий он нет он все-таки синий нельзя сказать что на синий черный он синий и вот эта вот линия декольте будет очень эффектно смотреться можно кстати связать это кружево с темно-синим базой но базовым цветом который сочетается с кружевом и на нем связать предположим золотые или белые полоски такой стиль marine получится гламурный у меня будет красную маленькую такой тени где-то до тень бантичек какой-то дать им петельку хотя бы до хоть какую-то петельку или пуговку там где то на спине красненькую но и и носить это с белыми шортами летом и с башмаками на плоской подошве в общем такой вот мой у вас есть башмаки которые подходят под эти шорты и под эту кухню и уже так и все эти шорты надо найти эти шутки да но так вот зачем нам шутки теперь уже шить будем а ну и что самый лучший по цвету и прекрасный после по качеству мягкие нежные альта-мода каталана я считаю что будет здорово кстати можно и длинный рукав и можно даже разъемную вещь по переду описание кстати варианта которые у нас в виде кофты мы вязали из ангоры вот прям здесь с планочкой не пойдем уже за ней время да на исходе но в общем альта-мода каталана 29 цвет и к нему можно если хочется засветиться и причем вы знаете у нас есть синие пайетки то есть на синие нитки да у нас там по моему либо золотые либо серебристые пайетки но все-таки вот это черная пайетка она не до черная основа с пайеткой мультикалора на мой взгляд прям то что надо получается прям так это оттеняет оттеняет можно немного можно прям вот не всю обтачку с ней сделать а буквально там пару рядочков запустить и этого будет уже достаточно причем вот это вот пайетка она есть и у ланг на вот таких на мотках до палетас прямо один в один а можно найти ее вот у нас академии да она нам от мы наматываем просто кратно 25 граммом и так то был альта-мода каталана 29 цвет я не знаю по расходу как бы давайте уже рекомендации уже адресно сколько вот 5 мотков 6 6 мотков это тоже кружева хорошо экономится поэтому я так думаю что от 5 мотков ну а малбери лэйс соответственно уже это знаете как этот как скороговорку до метр тридцать семь семь полных фестонов 8 пополам до 8 пополам ну что же что там у меня осталось еще мы надеюсь вернемся а а если не вернемся то наверняка встретим будет будет тому причиной и я надеюсь что более интересное потому что принципе если продолжать историю кружева если она вам нужна то у нас еще прекрасная офелия на повестке дня было но сохранимся на всякий случай пойдем мы ладно а мы были рады вас видеть и рады что вы присоединились к нам из разных стран из разных городов надеемся что кто-то сможет это посмотреть еще и в записи а мы будем стараться уже сохранить этот эфир да с вами были на трескели они котова лена родина повяжите сегодня обязательно пока пока